всем привет столько народа на самом деле да ну мы сегодня с вами поговорим я вам расскажу как мы в приватной коробке vk private cloud тестируем облака на open стейке и используя tempest ну и почти как у нас постоянно процесс и почему именно tempest и какие преимущества у него перед какими-то кастомными инструментами автоматизации и так немного обо мне ну в автоматизации от давно вот сейчас занимаю позицию старшего инженера по автоматизированному тестированию и работы в команде в крутейшей команде на самом деле в private cloud vk вот и так немного о нашем тестируемом продукте то есть о сути то есть это набор сервисов сервисы связаны ну взаимодействует между собой есть соответственно и асовская часть из пасовская часть из marketplace и все необходимо надо тестировать вот и немного более подробно то есть у нас я вас представлен компонентами нового glance то есть это различные виртуальные машины в облаке различные диски балансеры ну балансировщики нагрузки много всего вкусного и полезного на пасе это куб ну кубернец в облаке база данных ну и соответственно тут еще написано что есть аналитические базы данных вот ну и соответственно marketplace вот ну и конечно же и аморские сервисы биллинги и много много всего крутого вот как выглядит наш пользовательский интерфейс ну как то так то есть в принципе ничего такого необычного вот который ну мы конечно же к ну теперь как мы все это тестируем то есть у нас на самом деле есть две части нашего продукта это api и уай соответственно нам необходимо тестировать ну api и тестировать юай и еще в планах перформанс тестирования ну пока еще какие инструменты использовать пока под вопросом ну видится пока рели и openstack вот но пока еще на рынок будем смотреть cypress соответственно мы берем готовые тесты и от публичного облака ребятам из публичного облака привет да и соответственно просто переиспользуем более того я скажу что мы на юай тестирование даже используем их не инфраструктуру для того чтобы не дублировать инфраструктуру у нас на привате ну и соответственно api тесты мы пишем на tempest о чем я вам сегодня расскажу ну значит поговорим немножко о tempest то есть какие у нас требования к api тестированию ну к инструменту первое это простота интеграции с компонентами openstack потому что компонентов много сервисов много и хочется иметь какой-то инструмент который плюс-минус будет уже из коробки интегрирован с openstack соответственно tempest имеет эпичные клиенты для взаимодействия с иасом openstack то есть в частности у него есть иасовские клиенты идентити сервисы там ну глан сервисы и много-много всего соответственно нам не нужно писать то что уже написано протестировано и работает хорошо вот далее а просто выборки тестов то есть хочется как-то формировать наши прогоны а не просто тупо запускать все вот соответственно у tempest можно выбирать регулярка можно ограничивать выборку tempest плагином вот что в принципе тоже клево вот далее а хотел очистить сущности почему потому что тесты создают много-много отличных сущностей то есть это сети под сети порты балансировщики виртуальные машины образы диски много-много всего вот соответственно все это надо как-то удалять вот и у tempest есть два вида клина об сервисов ну на самом деле один и тот же клина об сервис только он взывается немножко на разных уровнях первый уровень это тердаун то есть мы можем чуть позже покажу по коду то есть мы можем зарегистрировать события и сказать что после теста или набора тестов мы хотим в каком-то тердау не поудалять какие-то сущности и соответственно запуск на ccd то есть удаление сущностей на стейджарь пайплайна вот далее хотелось кастомизировать наш инструмент почему потому что у нас довольно специфическая коробка довольно специфическое взаимодействие с нашей коробкой то есть это не взаимодействие но это не ванильный open stack вот соответственно необходима возможность кастомизации ну у нас tempest он open source поэтому мы можем писать что угодно в частности я вот решал задачу поддержки динамических кредов вот например еще это адаптация взаимодействия сам сервисами и конечно же magnum то есть у нас есть определенные нюансы при взаимодействии с magnum вот ну и конечно же tempest позволяет кастомизировать конфигурацию то есть мы можем кодом добавить любые группы любые пропертя в эти группы в конфиге что в принципе тоже нам позволяет определять некие такие конфигурации для различных при тестировании различных компонентов open stack что довольно удобно вот но адаптируемость конечно же то есть хочется какую-то адаптируемость и соответственно у нас ну мы можем в темпости дописать какие-то кастомные клиенты допустим клиенты для октавии вот и соответственно адаптируем инструмент под нашу коробку либо допустим и опять же можем что-то подпилить какие-то взаимодействия добавить какие-то клиенты добавить и соответственно сделать поддержку тех или иных функционала стороны инструмента тестирования в частности адаптация динамических кредов потому что с коробки они не будут работать почему потому что они создают пользователя роли все на уровне кейстоуна у нас немножко не так работает да ну и конечно хотелось бы контролируемость создаваемых сущностей ну это обеспечивается за счет чистилки тоже работает из коробки вот ну и многопоточность ну любой себя уважающий инструмент автоматизации тестирования должен быть многопоточным никому не нужны тесты которые идут месяц вот соответственно из коробки у том просто параллелизация на воркерах что в принципе даже не требует никакой кастомизации просто запустили и все работает вот и соответственно репортинг вот тут конечно есть нюансы то что нет поддержки никаких ну внешних репортеров это обычный саб юнит который мы можем конвертнуть либо в джи юнит xml либо в summary что в принципе мы и делаем то есть мы для публикации на ccd конвертинг конвертинг саб юнит в джи юнит xml а соответственно для мессенджеров получаем самый репортер и соответственно в принципе нам хватает но опять же хочется все таки наверное или написать какой-то адаптер под алюр или там написать вообще свой репортер это тоже вопрос пока открытый вот что еще хорошего ну во первых это система плагинов то есть у нас была одна из задач то что мы хотим тестировать api по компонентно то есть соответственно было два варианта первый вариант это сделать разделение логическое разделение по пакетам и регэкспами выборку ну как то не очень потому что у нас каждый компонент он имеет определенный конфиг то есть общая часть конфига допустим на стойке иденти сервисов есть соответственно специфическая под компонент и соответственно тащить большой 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 такой конфиг не очень хотелось вот поэтому у темпеста есть система плагинов мы просто пишем под каждый компонент плагин и соответственно у нас тест ограничиваются этим плагином конфиг лежит в этом конфиге но плагине в принципе все хорошо вот ну skip тестов по предикатам то есть у темпеста есть много много декораторов ну один из них это skip который принимает есть положительные скипы которые принимать предикат есть негативные скипы то есть тоже все работает из коробки даже ничего писать не надо вот тоже довольно полезная штука вот и соответственно это относительно фиксированная структура то есть если мы используем темпест и придерживаемся той архитектуры но того дизайна который нам диктует темпы то в принципе у нас плюс-минус фиксируется структура нашего плагина вот далее а почему еще темпость ну во первых сетап клиентов то есть мы можем то есть у нас есть некие классы с клиентами соответственно вы мы их можем просто засетапить без того чтобы не создавать объекты этих клиентов каждом тесте либо в каком-нибудь там ну фикстуре то есть просто есть стандартный сетап клиент который отвечает за то что просто сетапятся клиенты и все вот а вейтеры то есть очень полезная штука потому что ну допустим если мы поднимаем какую-нибудь виртуальную машину нам надо не просто ее создать нам нужно дождаться что она в активе соответственно сходить на нее psj вот и соответственно чтобы дождаться этого стейта вот ну в принципе мы можем написать свое ожидание по кондишену ну конечно зачем писать если есть вот готовый вейтерс который в темпости мы просто вызываем метод передаем сервер клиент сервер айди и стоит все и все работает что довольно клево вот ну и конечно много-много вспомогательных инструментов темпости ну там есть такой пакет как тест сутилс ну допустим один из полезных это то что игноринг но при попытке удаления какой-нибудь сущности игнорировать допустим not found то есть если в какой-то момент сущность не создалась и мы ее пытаемся в тердауне удалить то мы просто ну мы ее не удаляем то есть мы игнорируем not found вот тоже это можно в принципе легко и просто с коробки настраивать вот а теперь поговорим про наш дизайн то есть так как у нас было внутри одно из требований это запускать тесты по компонентно почему потому что да у нас между компонентами есть взаимодействие то есть мы не можем допустим виртуалку создать если у нас не работает glance если не работает cinder вот или допустим кластер не можем создать если не работает nova вот или octavia но в принципе все равно у нас бывает такой момент когда разработчик вносит изменения допустим только в glance и говорит я хочу прогнать тесты только на glance и больше нигде вот соответственно мы для каждого компонента пишем tempus плагины вот соответственно внутри плагина у нас есть некие стандартные ясовский tempus опишенные клиенты есть соответственно фикстуры tempus of ski есть некий clean up сервис и есть соответственно тесты все ну если допустим нас необходимость появляется каких-то кастомных клиентах то мы соответственно добавляем их в плагин вот ну и соответственно под каждый плагин свой конфиг темплейт вот в принципе такая система намного лучше себя показала чем мы просто будем все все тащить в одном репозитории ну и конечно каждый tempus плагин это отдельный репозиторий вот как это выглядит с точки зрения классов то есть у нас есть два пакета первый пакет это тесты и сервисы соответственно есть класс раз клиент который через конструктор принимает ну у него есть свойства api version через которые мы можем определить просветить версию нашей пишки у него есть мы через конструктор и мы передаем имя сервиса регион он соответственно идет в каталог возвращает нам endpoint причем он возвращает эндпоис публичный либо приватный в зависимости от выставленного типа в tempus конфиге вот и в принципе все то есть очень довольно удобная штука потому что а ну и с этим это конечно же в контексте и соответственно мы клиентами идем просто по пассу не заботясь какой эндпоинт соответственно это очень полезно то есть нам не нужно хранить где-то эти эндпоинты каких-то перечислениях либо в каком-то виде как-то эту логику всю выборки зачем когда есть аппетитовский каталог и соответственно есть раз клиент который умеет оттуда забирать эндпоинты вот соответственно в тестах у нас есть стандартный базовый класс тест кейс то есть он говорит о том что все наследники являются наборами тестов если тест на бейс бейс тест сьют то есть это класс который может устанавливать какие-то ресурсы цитапить клиенты какие-то common методы ну по аналогии base page в ui автоматизации вот по сути это то же самое вот и соответственно от него наследуются различные наборы с тестами и в каждом наборе из тестов мы можем соответственно также для конкретного набора с этапе либо клиенты ресурсы там клина пить ресурсы ну и конечно же тесты вот и мы конечно же в каждом пакете храним два сьюта обязательно два сьюта это позитивные кейсы но автотест и негативные автотесты вот поехали дальше как это выглядит с точки зрения кода ну немножко выглядит страшно но на самом деле здесь все просто вода то есть у нас ну вот пример применение скипа то есть мы можем ну определить такой скип сказать что если у нас конфиге выключена допустим нова значит тесты мы не гоняем на нову вот соответственно также скажу еще следующее что если мы выключаем в конфиге сервисовый лейбл допустим нова то она также не попадает в чистилку она не попадает snapshot и не чистится ну а смысл если мы ее отключили вот соответственно здесь этапятся клиенты для всех наборов с тестами то есть тут много тут и флеверы и образы и сети ну network с клиентами сабнет с клиенты нейтроновские вот и чуть ниже пример как мы можем сетапить ресурсы то есть в данном примере ну уж внизу что-то делает но на самом деле внизу создаются флеверы сети ну с определенными конфигами сети имиджей и много-много всего вот соответственно как мы можем засетапить для определенного набора тестов тоже очень просто то есть также используем сетап клиент с ресурс сетап вот и эти соответственно клиенты и ресурсы будут доступны только в контексте данного набора также есть атрибуты то есть мы можем помечать тесты различными атрибутами на самом деле темпус поддерживает из коробки только смог но open source кто нам не мешает допилить это и добавить абсолютно любые атрибуты какие мы хотим вот делается это минут за 15 максимум вот и соответственно вот пример в тесте мы создаем образ от сроса там с произвольным неймингом то есть data utils это встроенный в tempest генератор у него там есть много он может и генерить имена генерить у айди если вы допустим хотите какие-то негативы и у вас стоит какой-то валидатор на то что у вас не может флевер айди быть просто числом он должен быть обязательно у айди вот и много-много другого вот и соответственно вот пример базового клиента то есть как найти эндпоинт балансировщика в октаве то есть мы просто передаем имя сервиса ну имя имя сервиса и соответственно регион и таким образом мы получаем же эндпоинт из openstack каталога тоже довольно удобно вот ну и соответственно как выглядит у нас сервис клиент есть тут пример сервис клиента октаве вот соответственно мы указываем ну переопределяем свой стопе version а соответственно говорим что у нас в опишка версии 2 дальше чуть ниже мы соответственно ну пишем методы методы отправляем раз запросы получаем какие-то респонзы ответы вот соответственно можем их провалидировать по каким-то схемам ну сейчас начнется холивара на самом деле я небольшой сторонник валидации респонзов по схемам одну считаю что эти проверки бесполезны на самом деле тем более при тестировании openstack вот да поэтому ну вот пример где они есть то есть когда-то я их добавлял ну просто захотел посмотреть как они работают работают хорошо вот соответственно теперь поговорим немножко про clean up то есть как происходит чистилка как мы чистим создаваемые сущности в openstack на самом деле какие задачи необходимо чтобы решала наш clean up сервис но во первых при удалении зависимости он ну в сущности он должен учитывать зависимости то есть если мы создаем сеть под степь какие-то роутеры мы не можем просто грохнуть сеть то есть нам нужно сначала отвязать роутер потом удалить роутер там потом удалить порты потом удалить под сети удалить сети вот соответственно наш clean up сервис должен все это очень учитывать tempus все это учитывает вот далее конечно хочется кастомизировать clean up опять же для чего потому что допустим если мы создаем каких-то юзеров то нам недостаточно их просто создать в кейстоуни в приватной коробке мы их создаем идем сначала в кейклок в к в апрельон и реалм там создаем юзера группу креды навешиваем потом мы идем соответственно в супер админку в м сервис там соответственно заводим проект осадим группы роли и только потом у нас появляется юзер в кейстоуни вот соответственно нам необходимо поменять таким образом clean up сервис чтобы он удалял соответственно группы юзеров с кейклока проверял что не ну засинкались изменения супер админка и соответственно только тогда лез в кейстоун и смотрел что там тоже нету соответствующих мусс ну соответствующего мусора ну опять же так как open source никто не мешает нам clean up сервис чуть-чуть подпилить добавить несколько класса для киклока яма и соответственно все это дело подключить тоже задача довольно простая вот и соответственно финальная чистка ресурсов то есть у нас есть такие моменты когда у нас если мы регистрируем события на долине то у нас не полностью удаляются сущности ну допустим произошел какой-то конфликт такое тоже бывает а почему произошел конфликт ну допустим сущность удалялась она вроде как удалилась но при этом она чуть-чуть держит допустим ту же сеть вот соответственно у нас произойдет конфликт и соответственно все равно нам хочется это удалить это можно сделать через финальную чистку на уровне пайплайна вот и конечно хотелось бы чтобы ну clean up сервис выполнял свои функции чистил ресурсы на самом деле я забегая вперед скажу что этот clean up сервис довольно интересная штука мы его даже прикрутили к ю а тестом то есть у нас ее тесты также будут прогоняться ее тесты сниматься ну слепок и потом по этому слепку будут удаляться то есть мы не будем просить наших инженеров которые занимаются тестированием фронта чтобы они там что-то под нас доделывали то есть мы сами почистим ресурсы вот и соответственно как работает например как это все работает на уровне cacd то есть мы темпы создает снэпшот то есть это определенный такой формат вот соответственно далее запускаем тесты то есть мусорим вот и потом просто говорим clean up удали все что не попал ну все что не попало в этот снэпшот соответственно все что не попало он удаляет вот довольно несложно вот и ну довольно несложно и логично поехали дальше как это выглядит на cacd то есть мы сначала в стейджей в пайплайне создаем снэпшот потом параллельно прогоняем джобы то есть у нас вот эти стейджи это каждый ну они триггерят определенную джобу тестирования компонента какие-то проходят успешно какие-то падают вот но падают потому что у нас тестовый стейдж вот там периодически иногда что-то падает вот что в принципе нормально особенно при тестировании вот соответственно у нас прогоняются джобы не прогоняется параллельно и потом на последнем стейдже а указка не работает на последнем стейдже у нас соответственно чистится все что данные тесты на мусорили вот и соответственно мы получаем такую вот чистку вот теперь второй клинап это на тердауне то есть из кода то есть мы допустим создаем какой-то компонент вот и после того как мы его создали мы можем зарегистрировать событие и сказать что после того как пройдет допустим набор с тестами либо тест мы хотим эти этот объект удалить вот используя ну rest соответственно мы регистрируем такое событие запускаем тесты либо ты сьют и потом у нас автоматически tempest начинает запускать вот эти тердаун фикстуры по событиям как это выглядит выглядит это как-то так вот у нас первой строчке стадается балансировщик с каким-то конфигом во второй строчке мы регистрируем событие на удаление на удаление первого балансировщика потом суда второй балансировщик регистрируем событие на удаление второго балансировщика после того как тест пройдет он эти балансировщики удалит но пока не попытается удалить опять же он может получить какие-то конфликты и соответственно он их удалить тогда на уровне CICD. Немножко про аккаунты, то есть какие требования к аккаунт-сервису, то есть хотелось бы поддерживать динамические аккаунты, то есть чтобы у нас тесты были самодостаточные, и все, что им нужно, сами создавали. Поддержка статических аккаунтов. У Tempest-то есть генератор аккаунтов, то есть такая долзовина, которая сама заводит аккаунты в K-Stoine, роли, проекты, осанит эти роли на юзеров, но мы не пользуемся этим. Ну, как бы зачем, если у нас прекрасно работает динамика. Вот, а соответственно, хотелось бы просто передавать аккаунты с различными ролями, то есть говорить, я хочу этот клиент запускать под админом, этот хочу под определенной ролью, этот, допустим, и по третьей роли, и все это хочется просто, то есть без всякой вот этой логической обвязки. Вот, чуть позже покажу, как это делается, вот, и, соответственно, кастомные роли. То есть, опять же, мы хотим, допустим, вот у нас есть какие-то роли, мы хотим на них повесить какие-то нейминги и, соответственно, подписать наши клиенты, соответственно, получать токены для этих ролей, ну, для юзеров под этими ролями и, соответственно, ходить в API с этими токенами. Как это работает? То есть, в Tempest есть свойство credential, ну, креды, вот, на самом деле она в нашем случае с коробки не работает, опять же, из-за специфики взаимодействия с нашим облаком, поэтому немножко питаниячий класс я подпилил, вот, но, в принципе, теперь все работает. То есть, мы просто передаем либо стандартные роли, либо какую-нибудь нанейминг вяжем, нашу роль, МЦСО, Овнер, допустим, и потом можем клиенты подписать вот таким образом через ООС, то есть OpenStack нижнее подчеркивание, указание имени и роли, подписать клиенты. Соответственно, эти клиенты, ну, запросы с этих клиентов будут ходить по токенам с этой роли. Ну, довольно просто и удобно. То есть, никакой логической обвязки и выборки этих ролей, получения этих токенов под разными ролями нет. Все за нас делает Tempest. Вот. И немножко про конфигурации. Ну, на самом деле, здесь какая проблема? У нас много стендов, стенды постоянно пересобираются. У каждых стендов различные конфигурации, и хотелось бы как-то эти конфигурации, ну, изменения в этих конфигурациях учитывать в наших тестах. Решение очень простое. Tempest конфиг-темплейт, то есть обычный Jinja-темплейт, контекст в виде inf-варейблов и генератор, который, используя Jinja, наполняет этот темплейт данными из контекста, и получаем tempest.conf. В принципе, все просто. Вот. А теперь по поводу CICD, то есть как у нас вообще это все работает. То есть у нас есть вот такой пайплайн. Ну, на самом деле, параллелизация, здесь не совсем все джобы параллелятся. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы не отключаем квоты при тестировании, то есть мы тестируем честно, то есть так, как будет у заказчика. И, во-вторых, у нас есть, ну, определенные ограничения по ресурсам на стендах, поэтому, если мы все запустим, ну, мы, скорее всего, либо за квоты вылезем, либо вылезем за ресурсы. Скорее всего, за квоты. Поэтому модель параллелизации пока выглядит так, но со временем она, конечно, будет меняться, улучшаться. Вот. И немножко по джобам, то есть мы, соответственно, делаем какие-то, ну, получаем, ну, наполняем наш контекст различными конфигурациями для взаимодействия с нашими стендами, соответственно, потом инсталим плагин, то есть там устанавливается темп, и там устанавливается, ну, в контексте Magnum Kubernetes клиент для взаимодействия с кластером из Python. Если мы говорим про какие-нибудь новые, то это параметры SSH-туннели. Вот. И, соответственно, потом мы создаем конфигурацию для того, чтобы с этой конфигурации, соответственно, снять снапшот нашей платформы. Снимаем снапшот, прогоняем тесты, и на последнем стейджек, который вот синеньким выделен, а мы, соответственно, клиним все ресурсы, которые создаются нашими тестами, которые не поудалялись, но при этом они не попали в снапшот. Вот. А как это выглядит на UI Jenkins? То есть у нас есть единая точка входа run all tempest tests, через которую мы запускаем абсолютно, ну, либо по компонентной делаем запуск наших tempest тестов, либо можем запустить абсолютно все. Вот. Немножко про репортинг. То есть, как я говорил, там сабъюнит, который мы конвертим в junit XML и, соответственно, публикуем их на Jenkins, выглядит это как-то так. Кто-то может заметить тут определенные идишники. Да, это у tempest есть тесты опишенные из коробки на IaaS-овские, ну, на определенный набор IaaS-овских компонентов, но они из коробки в нашей, из коробки в нашем случае не работают. Их нужно также адаптировать. Это тесты, которые идут, ну, мы, я взял сценарий из tempest и переписал их под специфику нашей коробки. И, в принципе, они тестируют все то же самое. Вот. Соответственно, часть тестов упала, там много-много внизу прошло, а по количеству тестов у нас порядка 700, ну, там, 600, 50, 700 где-то в этих пределах по всем компонентам. И мы увеличиваем наши тесты, причем у нас как есть низковые в Невой API тесты, так и end-to-end тесты. То есть мы честно заходим на виртуалку, честно что-то делаем, честно создаем кластер, честно заходим на кластер, допустим, кубай, честно что-то делаем, честно деплоим приложение, все это проверяем. Вот. И все это через API. Вот. И как у нас выглядит это все в мессенджерах. То есть вот один из вариантов, то есть по каждому компоненту у нас приходят, соответственно, вот такие сообщения. Есть, также есть логическая обвязка, у нас есть эталонные стенды ночные, если там что-то падает, соответственно, осанится автоматизатор, который разбирает эти тесты, если, ну, либо заводит баги, либо адаптирует тесты, если, соответственно, это чей-то стенд, вот, а тесты, кстати, у нас запускаются после сборки каждого стенда, то, соответственно, хозяин этого стенда линкуется к данному мессенджеру и, ну, мессенджер, и, соответственно, разбирает, почему у него, допустим, на Глансе упало там пять тестов. Вот. Такая система довольно удобная, то есть автоматизатор продолжает решать свои задачи, он не отвлекается на кучу-кучу стендов, вот, и занимается поддержкой только так называемого эталонного стенда. Вот. Ну и какие выводы хотелось сказать, чем нам помог Tempest и чем он на самом деле хорош? На самом деле это единый инструмент для тестирования. То есть опять привет командам из паблика. Почему? Потому что у нас есть тесты на публичном облаке, но они немножко завязаны под специфику публичного облака и просто так непереносимы в наше приватное облако. То есть нельзя просто взять кодовую базу и запустить. Вот. А, соответственно, у нас, и это все разные стейки, разные языки, и, соответственно, Tempest нам помог иметь один стек, и с помощью этого стека мы тестируем абсолютно все компоненты нашего OpenStack. Ну, не считая UI, конечно. Поэтому у нас нету 100-500 инструментов, нету 100-500 стеков для тестирования. У нас один стек, питонячий стек, потому что OpenStack это питон-проект, ну, логично тесты писать на том языке, на котором написан проект, чтобы когда ты ушел в отпуск, разработчики могли твои тесты поддерживать. Вот. Соответственно, у нас единый стек, единый инструмент, что, в принципе, очень хорошо. Вот. Далее. Нам Tempest обеспечил переносимость, то есть мы можем за счет системы плагинов можем их обернуть в докер, прийти к заказчику, и, допустим, заказчик скажет, я хочу протестировать сети вашего облака. Мы скажем, окей, вот тебе имидж, вот тебе инструкция. У нас после сборки каждого имиджа публикуется в чате инструкция, как запустить имидж, какие нужно параметры в environment просетить, ну, переменные определить, и, соответственно, мы ему даем, даем это сообщение, он это просто сетит, запускает, и у него протестировались сети. Вот. И, соответственно, ну, и опять же, никто не мешает там Tempest оборачивать в докер и с этими имиджами ходить по разным окружениям, разным заказчикам. Вот. То есть очень клево. Ну, и, конечно, ускорение автоматизации, то есть так как у нас в Tempest есть много-много всего полезного, что нам не нужно писать, вот, но мы как бы можем, но зачем? Вот. Соответственно, наша автоматизация довольно быстро стартанула, вот, и мы сейчас пытаемся ее дальше ускорять, ускорять для того, чтобы тратить меньше ресурсов и получать больше покрытия. Все, спасибо за внимание. Ой, 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 а что я нажал? А, все сломал. Ну, спасибо, Паш, за доклад, такая концентрированная техничка, мы любим. Ну что, вопросики? Анастасия, метнитесь кабанчиком, пожалуйста. Хорошо, я успела. Чуть мало вопросов. А ты как хотел. Сток. Больше. У меня такой большой фундаментальный вопрос, почему Tempest, а не PyTest, например, потому что там PyTest, он более как бы в сообществе, ну, популярен. Объяснил, потому что у Tempest, он является, ну, имеет некую интеграцию с OpenStack. Потому что на PyTest, и PyTest — это просто ранилка. То есть мы, нам придется писать клиенты, нам придется писать clean-up, нам придется решать вопросы получения инпоинтов из каталога, то есть взаимодействия с OpenStack-овским каталогом, нам придется решать кучу-кучу вопросов, тратить на это время, и как бы зачем? Ради PyTest и большого сообщества, так давайте мы просто у Tempest увеличим сообщество, переманим всех с PyTest в Tempest, и все. На самом деле Tempest — это просто та же самая ранилка, просто она имеет некую интеграцию с OpenStack, и все. Под капотом там не PyTest, если что. Там свое решение, оно на самом деле по поводу отладки, скажу так, что не получится просто отлаживать, как в PyTest, и Backpoint поставил, жучка нажал, и радуйся, все работает. Нет, там специфическая отладка, но в принципе у нас есть логи, у нас есть дебаг, мод, и что нам еще надо для жизни. Вот. Все, ответил? Вот там еще вопрос. Еще вопрос. Настя, там. В самом конце вам. Спасибо, я Сергей по-прежнему. Такой вопрос. Много ли пришлось допиливать руками самим под Tempest? И какие самые узкие места были, к примеру, у того же PyTest часто утыкаются именно в параллелизацию, то есть в блокировке потоков и так далее? Да, я, ну, отвечу на первую часть вопроса, на самом деле немного. Я лично допиливал CleanUp, вот, потому что там немножко не удаляли, ну, там удалялись флеверы, но они на самом деле, ну, то есть с коробки они не удалялись, а они удалялись по той простой причине, что там немножко роль была неправильная, то есть не хватало ему кред, ну, прав для того, чтобы удалять флеверы, которые создают тесты. Это первое, а потом и второе, что пришлось допиливать, это динамические креды, потому что, опять же, не хотелось под суперадмином всегда ходить, вот, в OpenStack хотелось все-таки иметь какую-то ролевую модель, то есть сервание ролевой модели, соответственно, это два создал класса и один подпилил, то есть три класса и четыре CleanUp сервис, четыре класса, все. Вот, а что касается параллелизации, ну, тут как бы на самом деле сильно не углублялся в блокировку потоков, как работает параллелизация и так далее, ну, как бы зачем, потому что у нас мы просто запускаем тесты, и у нас они просто пытаются создать, ну, воркеры в том количестве, в котором у нас доступны виртуальный CPU, то есть и как бы параллелизация по CPU, и как бы, ну, и хорошо работает, и ладно. Если у нас возникнет задача, допустим, параллелить, ну, допустим, делать какую-то псевдопараллелизацию, то, возможно, я в это углублюсь. Ну, и на самом деле есть много и других задач полезных, например, Magnum, вот, поэтому как бы параллелизация, она на самом деле отходит на второй план. Ну, если надо, никто не мешает взять, залезть в сайт package, в Pempest, и погнали смотреть, как работает параллелизация. Еще вопросики из зала? Нет, нет, no, транслятор тебя не услышит. Я увидел из вашего доклада, что вы используете для отчета G-Unit XML, да? Скажите, пожалуйста, а можно ли как-то прикрутить Allure-отчет? Да, написать свой адаптер. Спасибо. Ну, на самом деле из коробки, ну, есть у Allure-репортинга готовые адаптеры под Pytest, и они в Pytest подключаются вот так с полщелчка. Вот, здесь нет, но никто не мешает написать Allure-адаптер, никто не... Ну, мне на самом деле больше хочется написать какой-нибудь свой репортинг, опять же, G-Unit XML, какой-нибудь XML-парсер, и какой-нибудь там, я не знаю, на Vue.js, и фронтик накидать, и будет тот же самый Allure. Вот, то есть можно еще красивую такую эмблемку поставить, чтобы модные, молодежные. Вот, то есть как бы так. Ну, на самом деле можно, то есть, ну, опять же, Open Source, никто не мешает написать свой адаптер, свое решение. Интеграция тоже, я видел, не очень сложная, то есть, как бы. Я еще хотел поинтересоваться, мне заинтересовало, вот вы показали ВКонтакте, у вас прям, это как запуск или как отчеты приходят? То есть какой-то плагин есть, да, в TeamCity? Нет, это мой плагин, это обычный REST, отправляемый на MyTeamMessenger.IP. То есть там, если я не ошибаюсь, отправляется GET-запрос, передается чат-ID, формируется в стейдже пайплайна, ну, у нас пайплайны написаны на Grove, соответственно, нам никто не мешает на Grove написать все, что хотим. Вот, там обычный формируется мессенджер с этими всякими иконочками, там с логикой выборки иконочек, там галочки, крестики, с ассайнингом, соответственно, инженеров, вот, и плюс создается объект HTTP клиента, через HTTP клиент отправляется GET-запрос, query params, все, ничего сложного. Аналогично можно крутануть Telegram, у нас, кстати, до этого был Telegram канал, где мы публиковали отчеты, можно прикрутить Slack, все что угодно. Ну, почту, ну, кто почту читает? Я не читаю, поэтому. Я думаю, больше вопросов иззываю. Я, наверное, после того, как сказал за почту, я с завтрашнего дня буду на работе читать почту. Кого ты обманываешь, ты не будешь. Ну, собственно, немножко онлайн вопросов. Почему не пай-тест, мы уже ответили на этот вопрос, популярненький. Так, а как вы подтягиваете секьюрные данные для запуска тестов в Tempeste? У нас есть хашпи-корп, ну, мы часть данных сетим в Jenkins Credentials, часть данных мы сетим в Vault-хашпи-корп, который поднят в консуле, ну, я поднял его в консуле для отказа от устойчивости, там несколько, две инстанции Vault-а, и, соответственно, там создан секрет, ключ-значение V2, который, ну, мы там просто ходим туда через Jenkins'кий плагин, используя Apprawl, и, соответственно, забираем оттуда данные. Вот, но на самом деле у нас Jenkins сделан очень немножко, ну, как бы по-умному, то есть мы, ну, во-первых, он у нас поднят как Compose-сервис, во-вторых, у нас все джобы хранятся как код, то есть мы ничего руками не настраиваем, долой ручной труд, дознается автоматизация, да, и в-третьих, у нас также конфиги хранятся в виде некого слепка, где, ну, единственная проблема, что мы пока не храним мастер-кей для Jenkins'а, ну, когда-нибудь мы это решим как лучше, ну, не дампим его просто. Все. Все. Еще вопрос, но тут вопрос в вопросе. Используют ли логи прогонов ребята, которые тестируют фронт, это первая часть, какая часть продукта покрыта тестами, вторая часть, есть ли часть продукта, которая не будет покрываться через Tempest? Отвечаю с конца, нет. Все API, которые, ну, все компоненты, с которыми мы можем взаимодействовать через API, мы будем покрывать, конечно же, автотестами, вообще все, даже без вариантов, даже если нас об этом не попросят, мы все равно придем. Да, и второе это, какой второй вопрос? Ух ты какой, не запомню. Какая часть продукта покрыта тестами? Да, ну, в процентном соотношении, ну, короче, смотрите, самое большее покрытие у нас, ну, на основных сервисах, таких как Nova, Glance, Cinder, Octavia, да, по-моему, все. Из запасовских сервисов самое большее на сегодняшний день это Truve, вот, ну, база данных как сервис в облаке, вот, ну, скоро будет Magnum, вот, да. И эту часть помнишь? Нет. Используют ли логи ребята, которые тестируют? Да, значит, Front не использует логи API-шных тестов, и оно, по сути, им и не надо. Ну, а зачем, если они тестируют Front, у них, соответственно, свой стэк, свои отчеты, свои логи, и им надо знать только то, что как работает Front. Что касается логов API-тестов, то, ну, естественно, автоматизаторы читают эти логи даже без вариантов, вот, и ребята, которые разбирают тесты, также читают логи. Ну, у нас на самом деле G-Unit XML, помимо, ну, стейта, там еще публикуется 4 запроса до падения, 4 запроса после падения. То есть, в принципе, даже по этим G-Unit XML в Jenkins'е можно понять, что пошло не так. И более того, у нас всегда включен debug mode, мы видим в трейсах, мы видим в Jenkins'е, какой заголовки какие ушли, какое тело ушло, что мы получаем в ответе, ну, код ответа нам не интересен, только есть эти, типа, 200, не 200, вот, соответственно, и тело в ответе, чтобы понять, какой объект ушел. Если у нас какая-то проблема, то чаще всего в этом объекте пишется ошибка, и мы, соответственно, можем понять, ну, хотя бы первично понять, что пошло не так и куда смотреть.